Здравствуйте! Вы смотрите Медиа-Информ. Я, наверное, начну сразу с представления своих гостей, чтобы не терять время, потому что каждый из моих гостей заслуживает отдельной передачи. Мне сегодня повезло. Итак, рядом со мной сидит писатель Андрей Курков, Евгений Деменок, которого представлять Одесситом, наверное, не надо, но список будет очень длинный и многослойный, потому что в титрах вы все увидите. И третий гость – Александр Красовицкий, украинский издатель. Начнем с того, что у нас есть информационный повод, по которому мы сегодня здесь в студии собрались. Итак, у меня впечатление такое, Женя, что вы иногда вот в таком каком-то мечтательном состоянии придумываете для Одессы какие-то такие вот, я не знаю, экивоки такие. Недавно вы установили доску замечательному, уже теперь, по-моему, Одесса влюблена благодаря вам, бурлюку. А вот теперь Женя решил все-таки пофантазировать, каким будет будущее Одессы. И объявил такой вот, учредил, объявил такой конкурс вместе со Всемирным клубом «Одесситом». Одесса в 2056 году, вы не ошиблись, потому что меня даже ведь инженеры спрашивали, что вы не ошиблись в 2056 год. Но говорят, что лучшие прогнозисты – это обычно фантасты. Чего они напишут, то у нас потом и происходит на самом деле. И так был объявлен конкурс, вот эта фабула. Кстати, почему 40 лет? Ну, конечно, Моисей, стандартно. Стандартно. Конечно. 40 лет – это такой период, на который уже можно полет фантазии свой особо не сдерживать. Потому что если 5-10 лет, то это где-то вот совсем рядом. А 40 – это вот вроде бы уже то время, два поколения, за которые уже могут произойти какие-то более-менее существенные изменения. То есть литературный Моисей такой, да? Но работ авторов было 50 человек. Около 50, да. 50 человек. Скажите, уважаемые жюри, чем удивили, чем поразили, что нас ждет в 1956 году? Хороший вопрос. Если верить писателям, которые принимали участие в конкурсе, то почти ничего хорошего нас не ждет. Вообще, сейчас такая странная тенденция – воображать будущее в серых тонах. Ну, был же заявлен изначально, что только позитив. И тем не менее. Нет, были рассказы, которые можно назвать серым позитивом. Серым позитивом. Но, с другой стороны, были замечательные рассказы, которые написаны были великолепно, но очень далекое отношение имели к 2056 году. К Одессе имели отношение? Да. Одесские реалии какие-то. Я больше бы сказал о том, что мне ближе как раз были те рассказы, в которых ничего особо фантастического не было. А те, которые были суперфантастические, как раз мне и не понравилось, чем они являлись для Одессы. Когда центр Одессы уничтожен, или он под каким-то жутким колпаком, или там живут какие-то совсем другие странные люди, а нормальные люди живут вокруг. И как-то вот это все направление, когда традиционная Одесса зачеркнута, мне не показалось позитивным и интересным. А я как раз считаю, что при том большой скорости прогресса технического, все равно человеческие отношения не изменятся через 40 лет. Поэтому мне были интересные рассказы о людях через 40 лет, а не о технологиях. Ну да, потому что очень многие писатели думали, что они новый гаджет выдумывают, или какой-то новый фокус технический, и на этом построят историю. История строится всегда на эмоциях, на отношениях между людьми, то, о чем говорит Александр. И поэтому, если есть гаджет, но нет любви, то и нету истории. Да, тому пример, почему до сих пор ставится варшавская мелодия. Ее каждый раз приписывают к какому-то времени, к каким-то катаклизмам того времени. А на самом деле пьеса играется, 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 потому что есть любовь в основе. Есть вечные какие-то произведения, потому что есть человеческие отношения. Вы видите, на какой фон я нашла, да? Вот этот, так сказать, вот этот калаш. Мрачноватенький. Мрачноватенький тоже калаш, потому что, когда смотришь рядом с оперным театром высотки, как-то он тебя тоже не радует. Знаете, так интересно получилось, что несколько авторов, которые, в частности, победили, мы решили первое место, первую премию не присуждать, а вместо нее разделить премию за литературное мастерство между Виталием Семеновым и Наилем Муратовым, потому что они написали наиболее хорошо сделанные рассказы, которые, тем не менее, почти ничего не имеют с темой заявленной. То есть она мелькает лишь в конце, лишь так, одной строкой. Те же авторы, которые написали, именно попытались смоделировать Одессу будущего, написали гораздо слабее литературно. Второе место Инна Найдис, она сумела соблюсти некий баланс. Третье место мы решили не присуждать вообще и хотели особо отметить, в частности, нашего любимого Анатолиса Кочегар-Быцюка, члена Всемирного клуба Одесситов, потому что он написал такую веселую шутку о клубе Одесситов через 40 лет. А Александр Топилов написал неплохую вещь. Прислали и совершенные антиутопии. Например, Ирина Лобусова прислала, несмотря на заявленные в условиях конкурса, то, что это позитив, совершенную антиутопию. Но, тем не менее, интересная задумка, поэтому хотелось бы отметить и ее. Но в целом, действительно, в очень серых тонах, потому что, ну, может быть, потому что сейчас сложно увидеть вперед. Мы в посттравматическом таком синдроме находимся, и поэтому, может быть, она накладывает отпечаток. Да, да. В любом случае, даже если в рассказах есть некий позитив, то там есть и определенный, и, может быть, даже и значительный негатив. Женечка, предполагается, что будет еще раз? Можно же продолжать мечтать, какой будет 2056-й? Вы знаете, пока надо, я думаю, остановиться, потому что, возможно, потом кому-то придет в голову писать на эту тему и дальше. Вообще, утопии писать гораздо тяжелее, чем антиутопии. Антиутопии, ну, на мой взгляд, писать достаточно просто. Возьми то, что есть, разруши это и исследуй то, что будет происходить, человеческие отношения и так далее. Прогнозировать и писать утопии – это достаточно непростая вещь. Поэтому, я думаю, что пока с этим конкурсом мы продолжать не будем, а жизнь покажет, что будет другое. Придумаем что-то другое. Ну, я хотел бы сказать, что я, когда соглашался на роль члена жюри, я представлял, что будут произведения в духе Стругацких «Полдень 21 век». И я ждал как раз вот такого, да, светлого будущего Одессы, которая ведет всю Украину дальше. Я не нашел там ни одного произведения, которое написано вот в том духе, который я думал, вот сейчас оно будет, а потом мы сделаем из этого романа, потом мы это издадим, и всем будет интересно. Нет. Как издателю вам что-нибудь интересно? Кто-то заинтересовал вас? Оба из победителей, в случае, если они напишут крупную форму, она может рассматриваться, но если она будет интересна так же, как рассказы, то крупная форма может быть актуальной. А вас как писателя, кто затронул ваши струны? Ну, прежде всего, Виталий Семенов, но я за ним уже как бы и слежу некоторое время. И, конечно, Наиль Муратов, как профессиональный литератор, как человек, который уже издавался, так сказать, и в России, и здесь. Но их рассказы, вот, они близки очень друг к другу. Да. Они читаются как произведение одного автора или две части одного текста. Одна одесская школа. Хотя, насколько мне кажется, что у Семенова намного больше зеленого цвета в тексте. Больше жизни такой, меньше аналитики, меньше, так сказать, анализа и больше чего-то такого природного, естественного. Андрей, наконец, выходит ваш роман, как я понимаю, вы издаете, да? Наконец. Он долго лежал, потому что вот записки Майдана, да, все время они откладывали, откладывали вас, оттягивали по времени. Выходит. О чем роман? Почему этот литовский бандеровец вас... Да нет, там бандеровец. Это так вас, это так уже шутят по этому поводу, что вы пишете про литовского бандеровца. Нет, это роман называется «Шенгенская история». Шенгенская история, да. Жанр – это литовские романы. Это роман о литовцах и о Европе. Нас он касается, но украинцев или русских в романе нет. Есть много литовцев, французов, один англичанин, сербы, хорваты и так далее. Это роман о миграции, о внутриевропейской миграции и о проблемах, которыми сталкиваются вот уже вроде жители цивилизованной Европы, которые все равно не хотят оставаться дома в своей маленькой Европе. Их тянет в большую Европу, там Париж, Лондон, Рим, там и так далее. Роман писался долго, потому что у меня Майдан, скажем, аннексия там и Донбасса, у меня забрали два года, я не мог писать прозу, я писал только статьи, эссе, дневник опубликовал. И начал его в 2012 году. Но для него я с 2004 года каждый год по несколько раз ездил в Литву, объехал все уголки. Я восемь раз ездил в Северную Францию, в самую депрессивную глубинку, где происходит часть романа, это Норт-Паде-Кале. В принципе, это французский Донбасс, только там все шахты закрыты уже давненько. Ну а Англию я знаю как свои пять пальцев, особенно Кент, потому что 30 лет туда езжу. И я думаю, что мне самому любопытно, как роман будет восприниматься нашими читателями, потому что мы привыкли читать или как иностранцы пишут об иностранцах, или как свои пишут о своих. А тут я как бы, украинский писатель, написал об иностранцах. Здесь вот видите, у меня одни сплошные вопросы. А вот тут давайте этот вопрос, вот я перехвачу разговор. Вот я как издатель, который издал много книг Андрея, этот роман выделяю из всего ряда произведений и не издаю его в том оформлении, в котором изданы предыдущие книги, именно потому что эта книга, написанная абсолютно четко в современном европейском мейнстриме. Это европейская литература, написанная украинским автором. И для читателя должно быть понятно, эта книга будет стоять в одном ряду с тремя другими известными писателями, в одной серии с Арханом Памуком, с турецким тоже, но еврейским писателем Марио Леви и с каталонским предписателем Жаума Кабре, каждый из которых написал большие романы, и эти большие романы – это сегодняшний контекст европейской литературы. Фактически получается, что эта европейская литература в данном случае пришла в Украину, не из Европы, а из Украины. Тема, она и ценна, тема, она и ценна. Вам, как издателю, это вообще ценно? Вы как раз и говорили, в каком-то интервью вы сказали, что почему у нас нету, не тратятся деньги на пропаганду литературы, да, и нету возможности рассказывать о книгах. Когда-то, вот у меня когда-то была такая программа, то есть литературный пассаж, когда рассказывалось, кто, почему, о чем, хотя бы вкратце. И эти программы, наверное, очень востребованы, потому что вот вы сейчас назвали, вы сказали ряд, и кто-то уже для себя отложил на полычку памяти, в каком ряду искать и что это будет. Вот на это по-прежнему у нас все равно эта система не работает, и вы работаете вслепую. Ну, во-первых, мы работаем не вслепую, потому что, к счастью, есть информация о международном рынке, и Украина является лишь чуть-чуть отставшим слепком европейского рынка. Все-таки мы находимся, мы как читатели, находимся в контексте. Наши писатели не всегда находятся в контексте европейского рынка, потому что, к сожалению, такая структура, как союз писателей, которая по-прежнему объединяет тысячи писателей, она не является ничем относящимся к литературе. Да, и получается, мы имеем две литературы, рыночную и союз писателей. Что касается книжных программ в мире, они есть везде. Украина является тем самым неприятным исключением, которое, безусловно, по моим ощущениям, должно закончиться в какой-то момент, и появятся книжные программы. Я думаю, что общество сейчас находится не в том состоянии, когда будет... Прогнозировать? Нет, можно прогнозировать. Не в том состоянии, когда новшество в области культуры, как культурная программа, будет воспринято зрителем, который настроен своим клиповым мышлением на быстрые новости с линии фронта или из Верховной Рады. К сожалению, для книг нужна более спокойная обстановка. Но я думаю, что год-два-три, и книжные программы появятся на основных каналах, и там они уже начнут соревноваться за зрителя, как во всем мире. Тут Андрей знает лучше, потому что он ходит в эти программы. Ну, я хожу только не у нас, а во Франции, в Англии, в Италии, в Бельгии. Ну, я могу сказать, что, например, на программу Grand Libre, это большой книжный магазин, то есть ее смотрит порядка 4-5 миллионов французов. Она выходит каждую неделю. Каждая книга, которая представлена, то есть каждый автор представляет свою книгу, там три автора обычно на программу, эти книжки становятся автоматически бестселлерами на следующую неделю. Некоторые остаются бестселлерами, некоторые побыли и уходят вниз, потому что интерес к ним не оказался настолько высоким, как к другим книгам. Но, в принципе, медиа формирует рынок книжный на Западе. У нас, так сказать, рынок не формирует никто. Для такой программы нужно еще количество издаваемых книг. Это другая проблема в Украине, которая, скажем, переводят с других языков меньше, чем Литва, в которой 3 миллиона населения. Ну, вы озадачили. Три задачи у вас теперь. Не мешать рынку, ну, я имею в виду, что государство, да? Дать деньги библиотекам для закупания книг и выделить деньги на программу пропаганды чтения. Есть вторая задача, она состоит из двух частей. Мало дать денег библиотекам. Надо перестроить библиотеку как явление, которое осталось у нас по-прежнему советской библиотекой. Библиотеки в мире стали медиатеками. В библиотеках в цивилизованных странах книги больше 10-12 лет в фондах не находятся, а спокойно списываются и заменяются новыми. И, конечно же, соответственно, это современные технологии. Хорошо. Можно я добавлю, потому что одну вещь мы забыли. Да, перебивайте и добавляйте. В Европе, особенно Германия, Бельгия, Австрия, например, писатели, кроме того, что они пишут и дают интервью, они очень часто живут не за счет гонораров, потому что писателей много на самом деле. И поэтому, так сказать, только авторы бестеллеров могут жить за литературный труд. Но остальные получают деньги от Министерства, например, образования и ездят по школам за государственный счет и за гонорары, и проводят уроки живой литературы или мастер-классы литературные, или какие-то лекции читают. И вот по Германии, вот сейчас, я думаю, колесит где-то 50-60 писателей, из земли в земли переезжая. Есть такие программы региональные и государственные. И пока у нас не будет тоже связка между Министерством образования и литературной жизнью, у нас дети не будут знать, что писатель – это живой, который пишет книги, а не тот, который умер, а от него остались книги, которые надо изучать. – Для меня, например, в школе одним из самых сильных впечатлений было, по-моему, в седьмом или в шестом классе, нам привели живую писательницу, которая писала что-то о войне, ну что-то совсем советское. – Реальная, живая, да. – Да, и он показывал свои книги, для меня это было колоссальным впечатлением тогда. То есть вот-вот он, живой писатель. – У меня к вам вопрос. Колоссальное впечатление, вот у нас недавно прошла «Зеленая волна». И ты идешь, и поскольку я все-таки человек еще, так сказать, покупавший книги в прошлом столетии, чаще всего творил свою библиотеку, идешь и падаешь в обморок от количества книг, которые ты и мечтать-то не мог, да, но слышишь разговор. Ну, во-первых, половина вообще не понимает, что это за книги, это абсолютно точно, а вторая половина, которая понимает, говорит, я в интернете прочту. Что делать с этим? То есть книги не покупают в том объеме, в котором, по крайней мере, мы покупали, видя хорошую литературу. – Ну, во-первых, книги, купленные в интернете, это тоже книги, которые принесли деньги и издателю, и автору, и все нормально. Другое дело, что у нас в стране менее 1% текстов, скачанных в интернете, оплачиваются, все остальное тексты пиратские. И, безусловно, состояние пиратства в стране электронного таково, что оно убило авторский рынок. Авторы не зарабатывают деньги, потому что их тексты воруются в интернете. До тех пор, пока государство не озаботится тем, что не надо говорить о пиратстве, а надо сажать тех людей, которые это организуют, и не только книжное пиратство, очень серьезным ответом на то, о чем вы говорите, что мало читают, является наше видео-пиратство. Сегодняшняя ситуация с видео-пиратством в Украине изменила образ жизни среднего гражданина страны. Многие из наших сограждан приходят с работы и садятся смотреть бесплатные фильмы, которые они бы никогда не посмотрели в таком количестве, если бы за это надо было платить. Вместо которых они бы сходили в кино, сходили в театр, пообщались бы с друзьями, прочитали бы много книг, пообщались бы внутри семьи. Соответственно, эта трагедия, что наше государство не борется с пиратством, в частности, видео, и привело к изменению в головах такому сильному, когда люди замкнулись в себе рядом с экраном. Я могу добавить одну такую очень показательную историю, которая показывает наш менталитет, и как мы и не хотим меняться. Мой знакомый переехал год назад в Канаду, но естественно, он оставил на своем компьютере все линки, по которым он скачивал, и скачал один фильм какой-то очередной, и через три дня получил штраф в 600 долларов. То есть кто-то отследил, что на канадской территории с такого-то адреса был скачен пиратский фильм, и его сразу вычислили. У нас как бы и мечтать не приходится. Кроме того, мы скажем сразу, что где демократия, как это можно следить за трафиком, что мы там скачиваем. Но с другой стороны, закон есть правило. Если правило соблюдается, индустрия работает. И видеоиндустрия, и книжная индустрия работает. Если можно воровать, то никто не будет покупать. То есть заколдованный круг. Ну почему заколдованный? Можно расколдовать. Первая точка реперная. Если государство хочет, чтобы была культура, государство должно вмешаться и уничтожить пиратство. У меня такое ощущение, что государство плохо понимает. Законы позволяют. Законы позволяют вмешаться? Да. Для этого нужно желание конкретных исполнителей, которые от этого ничего не получат, кроме недовольства народа теми правоохранительными органами, которые решили это сделать. Но это все равно на первом этапе, а потом это все равно становится в нормальную кулею и нормально работает. Ну вот даже Восточная Европа достаточно безболезненно переступила через это. Правда, это было 10-12 лет назад, когда все только начиналось. На сегодня уровень пиратства, скажем, в книжном рынке в странах Восточной Европы, Европы 10-12%, а у нас 99 с копейками. Вы выиграли или все-таки в чем-то проиграли в связи с оттоком российских издательств? У нас не произошло законодательного запрета ввоза книг в Украину и считаю, что это плохо. К чему привел тот отток, о котором вы говорите? Он стихийный. Он связан с плохим качеством украинского рынка, когда российские поставщики не получают от своих украинских покупателей вовремя деньги и все меньше и меньше поставляют сюда книг. Это привело к развитию бумажного пиратства российских книг в Украине, как очень серьезного явления, которое убивает и рынок российских книг, и рынок украинских книг. Гораздо лучше было бы ввести все-таки формальное эмбарго на ввоз, которое не запрещает печатать книги здесь, российским издательствам, их филиалам, их украинским партнерам. И тогда бы те, кто их печатали, отслеживали пиратство, имели право от их имени судиться. Сейчас же, когда правообладатель за границей, тем более в стране, с которой не самые теплые отношения, то понятно, что судебная защита прав иностранного правообладателя в данном случае не сработает ни в каком случае. Пиратский рынок за последние два года дошел буквально до 10-12% от общего объема рынка. Это очень много. Да. В общем, и тут ситуация. Поэтому, безусловно, не выиграли. Книжные магазины в плохом состоянии из-за того, что у них нет ассортимента, который нужен покупателям. На рынке продаются дешево пиратские книги, которые не берут магазины, чтобы не выглядеть с потерянным лицом перед своими поставщиками, издателями. Мы все видим, где пиратские книжки. И это постепенно привело к полной деструкции за вот этот период украинского книжного рынка, в том числе и рынка новых изданий. За последние четыре года выпуск уменьшился с 64 миллионов экземпляров в 2012 году до 32 в 2015 году. Александр, я вас сейчас, может быть, удивлю вопросом. Их два. Вы никогда не пожалели, что вы не пошли все-таки в науку, не стали химиком, как вам прочили ваши родители? И какой был самый трудный период? Потому что вы издательством занимаетесь, прошли все самые пики, все, что происходило в стране. Через ваше издательство все проблемы и трагедии страны прошли. Ну, издательство 26 лет. Я точно не жалею, что не пошел в аспирантуру после химфака, но я не скажу, что мне ничего не дал химфак, наоборот. Мне как раз естественные науки дали возможность смотреть на гуманитарную сферу по-другому. Более разумно, более... Может быть. Но более холодно, скажем. Что касается тяжелых периодов, безусловно, самым тяжелым периодом был 1993-1995 год, когда была очень высокая инфляция. Книга является товаром, который практически не переоценивается при изменении курсов, при всех внешних условиях. В это время умерла большая часть книгоиздания здесь. И вторым катастрофическим периодом был 1999-2001 год, когда в России резко после дефолта упал курс рубля, а книжки остались в старых ценах. И они, таким образом, поддерживая, российские издатели, поддерживая низкий уровень цен, уничтожили книгоиздание на всем постсоветском пространстве русскоязычное. Просто конкуренция рыночная, да. После этого украинский рынок начал двигаться в сторону украинского языка, и издатели фактически сейчас чуть-чуть защищают свое пространство тем, что уходят в издание на украинском языке, которое является не настолько конкурентной частью рынка. За счет чего выживали? Что придумывали? Я понимаю, что все секреты вы не расскажете, но тем не менее ход мысли. Ну, в первую очередь, в 1999 году именно фолио начало программу издания Сучу Карлита, современной литературы, с Жадана Карпой и Наталки Снеданка. И это был, наверное, первый рыночный ход молодого поколения украинского в литературу. Тут, наверное, Андрею виднее еще кто тогда возник еще из писателей в те годы. Вот в 1999 год это отметка, когда появился рынок. То есть, в принципе, я бы тогда сказал, что, наверное, с 1997 года появилось первое поколение писательниц и примкнувший к ним Любко Дереш. Потому что с 1991 года, когда ушел в пассив весь советский, украинский запас литературы, там кроме нескольких имен, кроме Загребельного, там Дрозд, Гуцела еще издавались. Загребельный ушел вместе с ними, а потом вернулся с нами уже в 1990-х. Это ваш любимый. Я поняла, вы сразу... Дело в том, что когда я к нему первый раз попал, и Андрей знает эту историю, и мы проговорили много часов, и мне было неудобно задать вопрос о том, а где же, собственно, ваши книги новые? И когда я уходил, он говорит, а вы не хотите прочитать рукопись романа? Я взял с собой, а в следующую встречу задал вопрос, а почему она не издана? Он говорит, а потому что за последние 8 лет ни один человек мне не задал вопрос о том, что я написал. А пока я не издам предыдущие, я не пишу следующие. То есть фактически в 1991 году предыдущая литература закончилась, и она столько лет не существовала. Просто стояла. Ну вот это 6 лет паузы между, так сказать, уходом советской эпохи и наступлением новой украинской литературной, так сказать, эпохи. Эти 6 лет сыграли плохую шутку с нашим рынком. То есть он был полностью занят сначала переводными российскими изданиями, а потом уже российской массовой литературой. И поэтому так трудно освобождать место для украинской книги. И поэтому очень многие молодые украинские писатели не амбициозны, потому что они не верят, что можно победить в этой ситуации. Что можно отодвинуть своими произведениями, в общем-то, коммерческую массовую литературу, которая приходит с Востока. Ну, например, у нас до сих пор только один Андрей Кокотюха является коммерческим автором детективов. А все остальные детективы российские или западные. Вы когда издаёте книгу, у вас есть категория читателей, вы их подразделяете? Как вы делите читателей? Могу вам сказать... Типажи какие у вас существуют? Нет, я скорее делю книги на ценовые категории. И читатель в данном случае существует для меня с точки зрения его бюджета на книги, а не с точки зрения пола, возраста и привязанности. И симпатий. Потому что украинский рынок не настолько развит, чтобы быть структурированным. И очень часто читатель, который читал, допустим, только женские романы, прочитает детектив или вдруг, услышав, что оказывается есть украинская литература как таковая, прочитает книжку Андрея Куркова. А вы подразделяете, когда вы пишете? Вы представляете себе? Нет, я не представляю. Когда я только начал издаваться за рубежом, и у меня были первые встречи авторские Германии, Швейцарии, Австрии, я подумал, что что-то со мной не в порядке, потому что на встречи приходили только пенсионерки. Потом я понял, что... Вас огорчала эта аудитория? Нет, удивляла. 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 Да я подумал, что вроде я же не для них пишу. Ну, неважно. Я пишу для себя, вроде бы, но в принципе я пишу для всех. Если ты пишешь для себя. И потом я понял, на самом деле. Потом появились пенсионеры, потом молодежь пришла. То есть новые имена в литературе открывают люди, у которых есть много времени и деньги. Угу. Ну да, в общем... Да, 80% читателей, это читательницы. Извините, пенсионерки, это те, которые все-таки были приучены брать книгу в руки. В Германии все приучены брать книгу в руки. Это самый большой рынок в Европе. Да. 3000 книжных магазинов. Есть села, где в селе два книжных магазина, один напротив другого. И они, так сказать, не убивают друг друга, потому что я в одном выступал, а объявления были развешаны и там на витрине, и тут на витрине. Я принципиально не читаю электронные книги, потому что я все время хочу чувствовать запах книги, и шершение листов, и так далее, и так далее. Вот мне вот это ощущение, теперь уже я ностальгирую, оно мне дорого. Я вас понимаю. А вы еще знаете запах пыли книжной? Да, знаю. Это же вообще какая вещь. Даже когда кашляешь, это... Да, но это благородный кашель, такой благородный кашель. Если еще и торшер и яблоко, то вообще все замечательно, совершенно, и ты улетаешь куда-то. В Европе электронная книга является дополнением к рынку бумажной, но не конкурентом. А у нас-то очень много... А у нас нет рынка электронной книги. У нас говорят, я еду, я очень удобно закачала электронную книгу, и, так сказать, я буду читать. Что-то теряется, по ощущениям точно теряется очень многое, очень многое. Но с другой стороны, конечно, удобно, потому что очень много все-таки мусорной литературы, которые, действительно, потом кочует совершенно... Складываешь потом вот так вот и отдаешь куда-нибудь в дорогу, кому-нибудь в дорогу тоже. Такой литературы тоже много. И у нас проблема с учебной литературой. Что скажете по поводу учебной литературы? Фолио не издает школьных учебников. Это, скорее, для меня исключение, чем правило. Именно потому, что у нас этот рынок рынком не является. Я туда приду только в том случае, если государство перестанет... Менять программу каждый год? Нет, менять программу. Это нормально в стране с постоянным изменением всего. Ненормально то, что у нас количество учебников по каждому предмету, которые закупает государство, очень маленькое. Государство пытается установить правила игры этого автора. Хотим, этого не хотим. В Европе книжный рынок учебников, он другой. Государство следит только за тем, чтобы учебник соответствовал программе 1, стандартам 2. И соответствующим образом грифует. Все остальное делает рынок. Где-то учебники полностью за счет родителей. Где-то за них платят родители, но им государство возвращает деньги. Но везде есть допущена свобода самовыражения авторов и издателей. Поэтому как только у нас школам или родителям начнут давать деньги, тогда, наверное, фолио поучаствует в этом рынке. Я просто подумала о том, что это был бы стабильный, ну как маленький, но стабильный все время заработок. То есть как бы издательство работает, выпускает книги, учебники. Мне кажется, что те издательства, которые сейчас выпускают учебники, они не издают ничего другого. То есть для них это бизнес. Это как печать денег и печать туалетной бумаги. То есть ты знаешь, что гарантирован спрос. Там, где нужно рисковать, приходят только независимые издатели, которые не работают на гарантированные заказы, а работают на литературу. Все-таки учебники не являются литературой. Это, в общем-то, что-то немножко другое. Но это вообще другой бизнес. Да, это другой бизнес. Вот говоря о рисках, самая неожиданная для вас удача и самый большой провал, на ком бы проиграли вот так вдребезги просто, не вот просчет. Я не могу сказать, что были какие-то такие существенные провалы. Они, наверное, в основном были связаны с какими-то попытками издать что-то очень массовое. И это массово не получалось. А тот рынок, в котором мы работаем, это в основном лонгселлеры. Это качественная художественная литература, которая продается медленно, но стабильно и много лет. То есть здесь вы, так сказать, более-менее спокойны. Мы осознанно не присутствуем в основных денежных нишах рынка, опять же, в школьных учебниках, в женских романах, в детективах, фантастике, фэнтези, в детской литературе. Детскую литературу мы немножко издаем, но, опять же, точечно только тех авторов, которые пишут взрослые книги для нас. Поэтому, вроде бы, определенная низкокачественность этого рынка за счет плохих продаж, но зато и меньше конкуренция, стабильней покупатель, и мне уже привычнее там. В общем, химический факультет дал свой результат по просчетам, да? То есть тут вы все просчитали. А у вас есть... Детская литература. У вас есть детская литература. Для кого пишете и почему детская литература? Ну, начал писать, кстати, в Одессе, на Черноморской дороге, в колонии, где я был охранником во время службы во внутренних войсках. Ой, как интересно, да. В 85-87-е годы, да. А дети родились много позже. Но я продолжил писать. Ну, когда проявились дети, это понятно. А почему вот первый порыв? Нет, я написал больше до детей. До детей? Я и говорю, что за порыв был? Порыв был спрятаться от реальности. В сказку идти в свою какую-то, да? Ну, в сказку, это очень легко, потому что я... Ну, я был охранником, то есть солдатом. Но одновременно я сказал своему замполиту, который здесь счастливо живет, и когда-то передавал мне привет, что вообще-то я хочу быть писателем. И мне тут же сказали, что, о, нам очень нужен писатель, у нас каждую неделю партсобрания, и кто-то эту муру должен писать. И мне стали давать ключ от кабинета начальника штаба майора Василюка, и у меня была печатная машинка, которой я мог пользоваться до утра. Поэтому я составлял там какие-то тексты для партсобрания, а до утра я не хотел, как бы, отказаться от возможности, ну, спрятаться или в воспоминаниях о детстве, или написать рассказ. Ну, почему-то потянуло именно в сказки в детство, потому что детство защищает. И от реальности защищает, и от каких-то там волнений. Всё понятно, это замечательно. Вот так интересно, что у меня сейчас детские книжки, у меня сейчас выходят в основном на украинском языке. Ну, очень хорошо. И западной Украине. Ну, очень хорошо. А у нас здесь есть? В Одессе есть? В Одессе не просматривали? Я не видел. Были две книжки «Приключения чепухоносиков» и «Школа к этого воздухоплавания». А если они сейчас, нет, я не знаю. Ну, я думаю, что зрители услышали название. И вот уже пойдёт кто-нибудь, да пойдёт поискать где-нибудь в наших книжных магазинах. Наше время практически истекает. Поэтому, Женечка, давайте с вами ещё раз, наверное, озвучим победителей. И, кстати, поскольку у нас сегодня здесь и издатель, и писатель, я скажу о том, что в произведениях будут печататься наших победителей. Будут они опубликованы в Альманахе, Дерибасовская, Ришельевской, в газете «Всемирные одесские новости» и ещё где-то в сетевых, да? Был один из рассказов. Мы распределили всех поровну. В Израиле Яков Шехтер, наш одессит, который живёт там много лет, издаёт журнал «Артикль». И вот он сейчас из сетевого станет бумажным. Он публикует Виталия Семёнова и «Нунайдис». Вера Зубарева «Гостиная» — это сетевой журнал «Америка, Филадельфия» публикует Наиля Муратова. Анатолий Горбатюк будет на сайте клуба. Александр Топилов будет в «Альманахе». И, может быть, ещё несколько авторов мы решим немного позже. То есть это будет опубликовано. То есть, по крайней мере, познакомиться, зритель обсудить будущее Одессы смогут. Всё, мы подходим к концу. Есть ли можно пожелание одесситам? Вот там камера. Кто начинает? Мы? Давайте уже я, потому что я с Одессой связан с конца 1985 года. И каждый раз приезжаю, и возникает желание остаться и написать роман про Одессу. Но я хочу пожелать одесситам, прежде всего, всегда оставаться очень любопытными читателями. Одесситы от природы любопытны. Но можно любопытство иметь разное. И вот нужно добавить к природному любопытству ещё вот такое читательское, чтобы книжные магазины процветали в Одессе. А если они будут процветать, то и чувство юмора будет процветать. И процветание наступит в личной жизни у каждого. Одесситам я хочу сказать, почитайте непременно «Последнюю любовь президента». И вы согласитесь, вас знаете, как называют? «Магический реалист и самый серьёзный писатель абсурда в Украине». Первый раз слышу, но нравится. Да, да. И это после романа «Последнюю любовь президента». Запомнили название? Да, Женечка, пожалуйста. Я хочу пожелать всем вам светлого будущего. И в этом всё. И в этом всё. Уже завтра, а не в 2056 году? Да. Я хочу пожелать молодым одесситам, в том числе тем одесситам, которые ходят в литературные школы, чтобы их произведения были востребованы и с помощью нас, с помощью других издательств. Может быть, в Одессе появится много-много издательств, которые будут издавать традиционную детскую литературу, которая восстановится и продолжится. Спасибо. Приезжайте в Одессу. Я готова всегда к вашим услугам. Будем, как сказал недавно один мой коллега, нести культуру в массы. За что я чуть не убила от этой фразы. Спасибо огромное. В студии у меня был писатель Андрей Курков, Евгений Деменок и украинский издатель Александр Красавицкий. Спасибо, что были с нами. Редактор субтитров А.Семкин